Сейчас мы находимся в Москве, возле американского посольства, по новому адресу, Большой Девяткинский переулок номер 8. Как обычно, мы мониторим статистики по выдаче виз иммиграционных и неиммиграционных. И сейчас мы можем наблюдать большую очередь в Москве. Как мы знаем, новый заместитель главы депмиссии США в Российской Федерации Энтони Готфри обещал с 1 сентября повысить выдачу неиммиграционных виз, туристических, студенческих. И сейчас посмотрим, сдержал ли чиновник свое обещание. А можно задать вам вопрос? Вам одобрили визу? Да. Одобрили? Поздравляю. Да. А добрый день, скажите, одобрили вам визу? Да. Поздравляю. Добрый день, скажите, вам одобрили визу? Не, одобрили. Не одобрили? Одобрили. Скажите, а вам визу одобрили? Часто не знаю, пока. Скажите, а вам визу одобрили? Да, одобрили. Би-1, Би-2? Что? Би-1, Би-2 визу? Да, Би-2. А, Би-2. Поздравляю. Скажите, вам одобрили визу? Одобрили. Би-1, Би-2? Нет. Или студенческую? А, Би-1, Би-2, все, я поняла. Да, да, туристическую. Здорово. А вы давно записывались? Долго ждали очередь? Я очень долго ждала. Я в январе оформила это все дело и постоянно обновляла, обновляла, обновляла. Потом потеряла вообще надежду записаться. И буквально в пятницу я случайно нажала уже, ну вот просто, знаете, на автомате. И мне выпало 9.30 утра. Я сказала, да, 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 я хочу на мюзикл, да. Классно. А на сколько одобрили вам визу? А я не знаю, мне не сказали. Пока не сказали, да еще? Да, мне сказали три дня ждать, и мне пришли уйти домой. Здорово, поздравляю вас. Спасибо. Удачной поездки вам. Да, спасибо, я увижу короля Льва. Круто. Итак, друзья, по результатам сегодняшнего опроса можно сказать, что действительно процент одобрения виз вырос. 80% примерно нами опрошенных выходили с положительным решением консула. Поэтому можно смело сказать, что действительно заместитель главы депмиссии Энтони Готфри выполнил свое обещание. Визы выдают намного лучше. В любом случае, обращайтесь к нам, мы вас подготовим, запишем на интервью. Мы будем смотреть по статистикам отказов, в какой стране вас лучше записывать.